Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Есть на земле место святая гора Афон. Географически оно расположено в северной Греции, в области Халхидики, на одном из трех полуостровов, далеко выдающихся, в Эгейское море. Максим Грек, святогорский монах, приехавший на Русь в начале 16 века, рассказывает После вознесения Иисуса Христа апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, ожидая сошествия Святого Духа. С ними была и Пресвятая Дева Мария. Ученики Христа бросали жеребий, кому какая сторона достанется для проповеди Евангелия. Богородица сказала, хочу и я принять участие в трудах евангельской проповеди. И о жеребии пал на иверскую страну, Грузию. Но и явился архангел Гавриил и сказал, не отлучайся из Иерусалима, подожди. Относительно же страны, доставшись тебе по жеребию, не беспокойся, она просветится впоследствии. Тебе же предстоит труд апостольства в другой земле, куда тебя сам Бог приведет. Богородица осталась в Иерусалиме. Пречистую матерь пригласил епископ Лазарь с Кипра и прислал за ней корабль. В пути судна настиг сильный ветер, его прибило к берегам Афона. Садя на землю, Божья Матерь услышала глаз с неба. Сколько я прибавлю, Матерь Моя, все Твоим будет. Если они будут хранить мои наставления, отныне и в дальнейшем, пусть будет это Твоим наследием и Твоим садом и раем, и даже пристанью, спасением для желающих спасти себя. Но также и пристанищем, и убежищем, и спокойный пристань для покоения тех, кто обременен многими грехами. С тех самых пор святая гора Афон стала уделом Богородицы. Здесь все не так, как в нашем земном мире. Встань. С технической, встань. С технической, встань. Грех. На Афоне в монастырях распространено пизантийское время, согласно которому первый час ночи начинается с захода солнца. А сутки поделены на две равные части – день и ночь. В каждом монастыре есть вот такая колокольня с часами, где стрелки показывают византийское время. В водопеде рядом с часами находится деревянная скульптура пирата с саблей, как напоминание об истротечности земной жизни и неизбежной смерти. Она специально укреплена здесь в назидание монахам. Это память смертная, это добродетель. Когда помнит человек смерть, но не отчаивается и потом не лохолю падает, а наоборот более такой бдительным становится, внимательным и так далее. И чтобы не забывали о падении арабов, арабы ассоциировались со смертью. Крест на полумесяц, где видите, да, то, что Христос над временем. Полумесяц – это символ времени. И что Христос над временем. Когда люди в миру идут отдыхать, уставшие от работы, может быть, и от грехов, тогда встают монахи и молятся и о них, и о себе, и о всём мире. И пока проснутся люди в миру опять, чтобы заработали, тогда уже на горе совершаются от 200 до 300 литургий каждый день. То есть бескровная жертва приносится на алтарях. – То есть духовно вы оберегаете мир, можно так сказать, от вселенского зла, да? – Бог ищет повода, чтобы помиловать людей и мир. И монахи дают этот повод. – Какой? Встают, молятся, просят. И, несмотря мы достойны или нет, Бог, который отец и хочет, ищет всех путей, как бы спасти, какой причина, как хороший учитель, который пятёрку хочет поставить, и задаёт лёгкие вопросы. Так и наше малое старание, малые старания наши, Бог сразу отзывается милостью и щедротами своими. На Святую Гору приезжают тысячи паломников. Здесь могут рядом стоять президенты и простые люди. Они здесь все равны. Монастырь Ватопед был создан в X веке. По преданию, этому послужил один случай. Корабль с наследником византийского императора Феодосия попал в шторм. Маленького царевича Аркадия волной смыло за борт и выбросило на берег. Утром его нашли спящим под кустом. Мальчик рассказал, что он был спасён чудесным образом Богородицы. В честь спасения своего сына византийский император Феодосий Великий построил здесь храм. Потом храм стал монастырём под названием Ватопед. В переводе с греческого – ребёнок под кустом. Как и 300, и 400, и 500 лет назад, по двору монастыря идёт монах с билом, призывая братью на службу. Сегодня монастырю больше тысячи лет. Здесь ни разу не прерывалась монашеская молитва. Мы стоим при дверях главного храма Ватопедского монастыря во имя Благовечной Престой Богородицы. Вход в храм, ворота 15 века имеют глубокий смысл. Вообще здесь всё имеет глубокий смысл. А ворота тем более. Посмотрите, пожалуйста. Вот это вот сцена Благовечной Архангелем Гавриил, Пресвятая Богородица. Орнамент – это символ вечной Византийской империи. Эти ручки – они все с 15 века. Я спросил монаха, который уходил, сколько людей касалось этих ручек. Тысячу, сказал, может быть, больше. Здесь находятся величайшие святыни православного мира. Монастырь особенно богородичный. Не только потому, что здесь известных семь чудотворных икон, хотя их больше, но и из-за присутствия святого пояса. Этот пояс с 14 века в монастыре уже так отождествляется с нашим монастырем, что раньше ватопедцев называли святопоясниками. Агезонитис. Выносят священники всегда. Монахи не могут носить святыни, имеют право долгать священники. Это святыня? Да. Спасибо, Господи. Святой пояс Божией Матери – самая большая частица, которая хранится в монастыре. По преданию, эту частицу подарил монастырь император Византий Иоанн VI Кондагузин. И, кроме этой святыни, он еще много других икон, и книг, и святых мощей передал монастырю. А что там на картине изображено на фреске? Это как Божия Матерь передает свой пояс апостолу Фоме. При успении Божией Матери этого апостола не было. И когда Божий пришел и хотел приложиться к ее святому и богоприемному телу, когда открыли гроб, ее тело Божией Матери не нашли. Она воскресла и вознеслась на небеса, как его сын. И говорят, что когда она возносилась, тогда и передала пояс святому апостолу Фоме. Очень много чудес от этого пояса. Раз Божия Матерь всю жизнь, свою земную жизнь носила на себе, она еще говорят, что была маленькая, когда спела своими руками из верблюжьего волоса. Соответственно, и очень много благодати, и очень много чудес от него. Исцелят очень многих больных от самых разных заболеваний. В последние времена многих больных раком исцелят тоже. Особенно, как знаете все, наверное, бесплодным супругам дарит Чадаруди. Это золотая нитка, которую видите. По преданию царица Зоя, жена Льва Мудрого, византийского императора, вышила весь пояс своей рукой, потому что пояс ее исцелил от одного хронического заболевания. Говорят, что была одержима какой-то период злым духом. Или говорят, что какой-то болезнь серьезная. Как бы то ни было, вот в знак благодарности Зоя вышила весь пояс золотой ниткой. Раньше не записывали все чудеса, говорили, что если все запишем, не хватит места, чтобы книги эти все поместить. А когда по просьбе населения были случаи, выносили в мир, как на этот раз в Россию, пояс останавливали масштабные бедствия, такие как пожары, холеру в Константинополе, чуму, нашествия даже саранч были случаи. Пояс Богородицы был всегда при ней, когда носила под сердцем Иисуса Христа и когда убегала с Ниматыра до Вегипет. Был он на ней тогда, когда Господа распинали на Голгофе и по воскресенье его. Пояс был на Божьей Матери. На многих иконах Богородица изображена именно в этом поясе. Христиане хранили это сокровище, несмотря и на какие земные не строения. Сотни лет существует в монастыре традиция. Паломники, приходящие сюда, получают в подарок от монастыря вот такие пояски, освященные на ковчеге с поясом Богородицы. И маслица, вот все царицы, которые исцеляют раковые заболевания. Держись, кто не взял, протягивайте руку. Какая красота. Фрески, которыми расписан храм 13-14 веков. Христиане храм 13-14 веков. Христиане храм 13-14 веков. Фрески, знаете, как Русь приняла православие в Константинополь, когда приехали послы к князю Владимиру в Константинополь и присутствовали на греческой службе в соборе Святой Софии. И когда вышли после службы, их спросили византийцы, ну как? Они сказали, а мы не знаем, где мы были. Это самому Владимиру сказали. Да, самому Владимиру, то ли на небе, то ли на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Храм очень похож на русский. Однако есть одно отличие. Вот эти деревянные скамьи, стасигии. Может быть долгие, да. Физически невозможно просто, когда в день 9 часов идет, только в день без литургии. не простоять. И поэтому сиденья такие. Обычно сидят на верхнем этаже. Угу. Когда сидим основательно ниже, тогда засыпаем легче. Угу. Поэтому, говорят дацы, что более аскетично сидеть выше, и тело отдыхает, ну и ум бдит все-таки. Находится в трезвении. Нелегко дремать так дома. Девять часов были? Да. А бывает и шестнадцать? Самое маленькое в день, это шесть часов у нас. Говорим утренняя, великая вечерняя, великая утренняя. Без литургии. Дни на Афоне проходят быстро. Их не замечаешь. Вот было утро. Вот день. А вот уже ночь. Четыре утра. Монахи собираются на раннюю службу. Она будет идти до половины девятого утра. Почти пять часов. И так каждый день они молятся за мир. Монашеская молитва приятна Богу. Человек, старающийся бежать от страстей и предаться Божьей воле, молится горячо, с покаянными слезами и любовью. Однако монаха, как и любого человека, подстерегает опасность. Афонская икона, житей истинного монаха. На ней все просто и понятно изображено. Гнев и ненависть, уныние и отчаяние, гордость и тщеславие, чревоугодие и блуд. Это те грехи, которые искушают и убивают. А чем укрепляется монах? Чистота душевная, молитва, пост, чистота телесная, нестяжание. Настоятелем и духовным отцом насельников монастыря вот уже 21 год является архимандрит Ефрем. Видите, в миру такая ненасытная корысть. Духовно больной человек постоянно хочет и хочет и хочет и не насыщается. Человеческая природа тянется к материальному, к наслаждениям этой краснолюбия и великие страсти. Монахам Господь дает добродетель нестяжательности. Это обязательное предусловие для монашества. Геронта, почему вы согласились впервые в истории отвезти в Россию пояс Богородицы? Это наша большая любовь к русскому народу. Здесь очень многие наши русские братья приходят в этапет и прикладываются к святому поясу с большой любовью и всем чудотворным иконам Божьей Матери, которые у нас здесь в монастыре. Однажды, помню, были в Афинах и ездили в город Нафпли, который рядом. И так как дорога была длинной, большой, остановились в доме одного знакомого, чтобы отдохнуть. И бежит один человек, приложился и начал плакать, рыдать буквально. Говорю, что с тобой? Несколько минут, держа в руках пояс, ждал, пока он придет в себя и ответит. Я десять лет уже, говорит, потерял чувство обоняния и когда приложился к святому поясу и почувствовал сильное благоухание. Я верю, что в православной стране России совершаются многие чудеса. Я думаю, что приношение нашего монастыря избавит людей от многих искушений, болезней, печалей. Еще что дает святой пояс тем, кто к нему прикладывается, это радость, пасхальную радость. Потому что святой пояс – это не только икона Божьей Матери, а это одежда ее. Это тот пояс из верблюжьего волоса, к которому притрагивался Христос, когда был младенцем. И целуем вот этот самый пояс, и берем это благословение, этот покров, эту силу Божьей Матери. Здесь, на Афоне, видят и знают, что происходит в мире. Сегодня добился того дьявол, что хочет человеку уже дотронуться до всего, исследовать все. Но дальше человеческого мозга и исследований есть всесильная, невыразимая благодать Божия, которая приходит и делает совершенным человека. Говорит Иоанн Златоуст в одном слове – в церковь приходят волки и уходят овцами. Потому что благодать Божия успокаивает человека, наполняя его. Сегодня люди погрязли в наркотиках, в плотских грехах, в анархии. Почему, думаете? У этих молодых людей очень много хороших черт и расположений. Но на них влияют разные атеистические и гуманистические теории, и их ведут на неправильный путь. Говорил Григорий Палама, что Богородица была первой монахиней после первого монаха Иисуса Христа. Она первая Аскитрия, первая Исихастрия, безмолвница. И Григорий Палама, уже основываясь на все святоотеческое учение, подытоживает. Когда ее завели трехлетнюю в святая святых, архангел Гавриил научил жизни аскитической, правенной и сердечной молитве. Она единственный человек после Бога. Она первая после первого, которое познала, постигла весь смысл духовного закона. У нее было полное духовное знание. Никакой другой человек не имел такого. И вот она как раз и является покровительницей монашества. Она покровительница монашеского святогорского государства. И много раз ее видели в нашем монастыре. Много раз приходила и утешала отцов монастыря. Много раз буквально дотрагиваемся до ее присутствия здесь. Потому что она наша игуменья. Она наша мать. И поэтому святому Петру Афонскому говорила она. Я врач ваш. Я забочусь о вас. Я ваша покровительница. И как сказала святому Афанасию Афонскому. Я буду заботиться о ваших житейских вещах. От монахов одного требую. Сохранения, соблюдения монашеских ваших обетов. Поэтому чувствуем особенную благодать, что живем мы на Святой горе. Что в этой обители, которую она как раз попустила, чтобы мы жили здесь. И через эти иконы видим ее красоту духовную. Ее величие. Дышим ее святым дерзновением перед Богом. Перед Богом и Сыном Своим. Геронта, не могу не задать вопрос такой. Когда вы приедете в Россию, увидите большинство людей, которые придут к поясу Богородицы, будут, как у нас говорят в России, белые платочки. Многие женщины там, в России, нам задавали вопрос, а почему мы не можем поехать на Афон? Они говорят, что русские мужчины боялись коммунистов и не ходили в церковь. А мы, женщины, ходили всегда. Почему? Это правда. Правда, что в России за 70 лет коммунизма те, кто удержали церковь, это женщины, особенно бабушки, которые не считались с атеистами-коммунистами, а без боязни научили своих внуков, детей, тайному служению Богу, крестили их тайком. На Святую Гору запрещен вход с женщинами не потому, что мы пренебрегаем женским полом. Женщинами были наши матери. Но здесь вместо мужчин девственников, поэтому не может женщина зайти в наш двор. Но мы выходим в мир к ним, как священники. У нас много духовников-святогорцев, которые исповедуют в миру женщин. Одна журналистка сказала мне несколько лет назад, у вас комплекс с женщинами, и поэтому вы не принимаете их. Я ей ответил, самое большое доказательство того, что у нас нет такого комплекса, здесь на Святой Горе чтится женщина так, как нигде в мире. И эта женщина Богородица. Мы женщин любим, мы их исповедуем, мы их укрепляем в их предназначении, чем является материнство. И здесь опять подчеркиваю, что приезд святого пояса в Россию совершается ради женщин. Водопецкий монастырь – один из самых больших на Афоне. Только в год здесь принимают 50 тысяч паломников. Монахи делают все сами. Их служебные обязанности называются послушаниями. У кого-то – работа на кухне. У кого-то – собирать мед, следить за садом, общаться с паломниками. А у кого-то – печь хлеб. Пекарня монастыря очень древняя. Здесь пекут хлеб по монастырским традициям. На воздвижение честного креста в сентябре и на крестопоклонную неделю в Великом посту кладут маленькую тарелочку с мукой, водой и солью. И к концу службы восходит сама. Такое чудотворное тесто. Это которое 27 сентября поднялось. На весь год они оставляют эту тарелку с освященным тестом и добавляют частичку тогда, когда пекут хлеб. И он всходит. Без дрожжей. Удивительно. На стенах пекарни висят литографии из русских монастырей на Афоне, где видно, как наш святой Сергий Радонежский печет хлеб. Это пример для водопедских монахов. Еще одно действо, которое происходит в пекарне, это печенье про свор святых хлебов. С апостольских времен монахи ловили рыбу на пропитание. Ранним утром они отправляются внимать сети. По пути читают молитвы. Апостолам Петру, Иакову и Иоанну, которые, забросив сеть по слову Спасителя, поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. Три тонны поймали. Представь себе, у каждой ячейки были на риме. Три тонны? Да, три тонны. Вот таких сетей бросали. Вот здесь. Отсюда, вот здесь. Три тонны поймали. А как давно это было? Это было... 2 апреля по Новому Северу. Говорят, что первая неделя Великого Поста. То есть было до Благовещения при Святой Богородице. Так что рыбы было много для охоты. По помощи. А это оценивалось как подарок свыше? Это чудо при Святой Богородице. Трапезное монастыря, где собирается до 500 человек. Монахи, паломники, трудники. Питается в монастыре два раза в сутки. По понедельникам, средам и пятницам сухоядние. Тогда только оливки, яблоки и хлеб. А в такие дни овощная похлебка, каша, помидоры, огурцы, иногда сметану. После трапезы обязательно благодарственная молитва. Все выходят с трапезы и попадают под благословение архимандрита. В первый день, когда мы приехали в монастырь, увидели двух русских паломников, которые несли икону. Там было то, что дается увидеть не всем. Можно приглашать? Поехали. Спасибо. Поехали. 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 Ребята, а вы ее для храма, да, предпринимаете? Да, для храма. А для какого? С Трорецкого храма, да? Как это? Китра и Павла. Это в честь моряков-подводников. А где становились? Ну, мы в каждом храме, где идем, там останавливаемся. Сколько вы паломничество? Первый раз? Нет, один тоже. Ну, по-серьезному первый. Ребята, а как вы зовут? Меня Леонид. Леонид, а а вас? Александр. А, меня кто? Ребята, а у вас такой вопрос хотелось сказать. Ощущения вашего, ребята, дальний путь такой был. Мы делились у вас с Леной, да? У меня были такие, если простым языком сказать, что по возвращению с Афона я перестал бояться умереть. То есть стало понятно, что это все есть, все это настоящее, что благодать, которую здесь она посещает. И возвращаешься сюда для того, чтобы эти ощущения опять поймать, потому что мы живем в суетном мире. Ну да. И он, конечно, поглощается. А здесь время, Леонид, а здесь время по-другому, да? По-другому совершенно. Ну, можно сказать, останавливается даже. Для меня лично. А что вы сказали про благодать? Вот Саша говорил, а вы начали говорить. Ну, почувствуется здесь благодать все-таки. А вот как это вот для человека, который будет нас смотреть, как это выразить словами сможете? Что это такое благодать? Ну, это такое внутреннее состояние. Да словами не вырезать. Не высказать? Не высказать, да. Может, это когда сердце поет? Когда сердце поет, когда замирает. Это... У меня это особое чувство. Кроме пояса Богородицы, в монастыре Ватопед находятся и другие православные святыни. Я вам напомню, да? Пояс, Пожиматель. Я вам вообще. Здесь вложена большая частица животворящего креста. Трость. Святитель Иоанн Затауст, Григорий Богостов и преподобный Евдоким, Ватопедский святой. В России мы знаем икону Всецарица, которой молятся сотни тысяч, миллионы наших православных братьев и сестер. Вот она, Ватопедий. Когда рассказываем о разных иконах нашим паломникам, мы в частности русским, обычно Всецарице почти ничего не говорим. Говорим, что вот это и есть Всецарица, которую все знаете. Не надо много рассказывать. Все ее уже знают и любят. В России очень много списков этой иконы. Свидетельствуют очень многие, что списки этой иконы имеют ту же благодать, часто которой и первообраз. Один такой случай тоже необычный. Один молодой человек попал в аварию очень серьезную. Машина упала в какую-то бездну, не знаю, очень глубокую. И чудом спасся. Там от машины даже не осталось ничего. А как он выжил, до сих пор непонятно. И вот в тот час, когда вот все это происходило, явилась какая-то женщина, его матери, которая была очень благочестивая. Они живы, кстати. И сказала, что это я, которая спасла твоего сына. На вопрос матери, кто она, ответила, что она Пантаноса, всецарица. И живет она, дословно проживает даже в Атапете. И эта женщина вообще не знала, что такое Атапет. Она, как мне сказали старшие отцы, по телефонному справочнику нашла Атапет. И вот позвонила и рассказала отцам о случившемся. Еще говорят, что ее сын, с которым авария случилась, сейчас священник уже. После этого чуда. Очень много случаев исцелений. В 1991 году в Москве одного мальчика буквально воскресила бумажная копия этой иконы. Видели, как лучи света, исходящие от нее, которая... У ребенка была клиническая смерть уже. Сердце остановилось. И видели лучи света, исходящие от бумажной, повторяю, иконы, бумажного списка этой иконы. И вот мальчик вышел. Царец Иосиф наш назвал в свое время икону Всецарицей. Не было у этой иконы названия. И он, когда дали, посмотрел на икону, не знал, как назвать, а видит Богородица, как королева сидит на престоле. И говорит, как тебя, говорит, Богородица назвать, как кроме царицы всех, все царицы, панда нас. Старец Иосиф вот это подчеркивал, что не забывайте, что сама госпожа Богородица сказала, что я живу, дословно проживаю в Атабете. Не говорит, мимо прохожу или раз в год, а живу там, говорит, то есть постоянно я там. Это в знак благодарности верующие дарят госпожи Богородицы разные вещи. Обычно самые дорогие, что для них есть. Драгоценные камни приносить или золото, серебро. Это значит, что даем самое лучшее, что есть у нас Богу и Божией Матери в частности. Панагии от архиереев. Все это выражение их чувств благоговейных и любви к Божьей Матери. И очень часто отзывается, чтобы не сказать, что всегда. Вообще в этом монастыре было столько благодати, столько чудесных мощей, чудесных икон, что мы не знали, куда направить камеру. Все это изливалось на нас обильно. В водопете есть место, которое не каждому показывают. Это пергамент. Милостью, милостью, мы, великий государь и великий князь Михаил Федорович, всея Руси самодержец, 1632 год. И печать-то все сохранилось. Это не музей, это живая история. Вы первые русские, которые заходите сюда и дотрагивайтесь. Это богатство монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это история. Отец Досифей, русский монах греческого монастыря, рассказал нам удивительную историю еще об одной святыне, Ватопеда. По свиданию вот эти иконы висели, включая от монастыря. Сели внизу, под иконы. И каждое утро монахи, перед тем, как открывать монастырь, брали благословение, прикладывались к иконе и открывали ворота монастыря. И один раз произошло чудо. Божья Матерь со Спасителем оживает на иконе. И Божья Матерь говорит, не открывайте сегодня монастырь, потому что за территорией монастыря пираты. Притаились и ждут открытия, хотят попасть в монастырь, его захватить ограбить. И Спаситель, который тоже оживает на иконе, прикрывает уста к выжимателю своей рукой, и говорит, не предупреждая, они нерадивые монахи. И то, что их постигнет, это по их заслугам. То есть Спаситель хотел прыгать из ее уста, чтобы она не предупреждала монаха. Она отводит ручку Спасителя и второй предупреждает, чтобы ворота монастыря не открывали. И когда монахи поднялись на стены монастыря, они увидели действительно, что были пираты за территорией. И когда они по преданию вернулись, чтобы поблагодарить Божью Матери, они увидели чудо, что Божья Матерь изменилась со Спасителем. И после того чудо, в слое стены был снят фреска, и сделана икона, которая находится сейчас в отдельной часовне. А здесь написали тот образ, который был до чуда. Хранится икона в маленькой часовеньке на втором этаже храма. Да, вот эта икона, с которой произошло чудо. Я напоминаю, что это настенная фреска, и она считается нерукотворной, потому что изменилась чудесным образом. Лик Спасителя, видите, более суровый, грозный такой, да? И Божья Матерь отводит ручку Спасителя от своих уст, чтобы предупредить монахов, чтобы они не открывали монастырь. И вот интересно, да, вот это вот по ноге. Они изображают, изображаются как раз это икона отрада и утешения. Русской по ноге. День заканчивается, а потом снова удар била, сбор на службу и начало духовной брани по спасению души человеческой. И так, изо дня в день, год за годом, столетие за столетием на Афоне протекает монашеская жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok